Доброе утро, дядя Сёдр! Доброе утро, пожалуйста! Садись чай пить с молоком, у меня как раз самовар подоспел. Вот у моей Мурки молоко какое, ни у кого такого молока нету. А шарик где? А вон он, на печи валяется. Рассвело давно, люди уже все за работу принимаются, а он вставать не хочет. Ему, видите ли, лень, перевоспитывать его надо. А что мне делать? Не знаю, я вот и Мурку подоил, и грядку вскопал с утра, а некоторым лень. И зачем мы тебя только кормим? Ты и делать-то ничего не умеешь. Нет, нам все нужны. Ты, шарик, что умеешь делать? А я ничего не умею. Я ведь не трудовая собака, а охотничья догонятельная. Та-та! Это я, почтальон Печкин. Я у него с посылку для вашего мальчика. Не открывайте! Нормальные люди по утрам в гости не ходят. Здравствуйте! А вы кто? Да Печкин я, почтальон тутошний. Вез посылку вам. И что самое обидное? И велосипед новенький потерял. И почту всю. Там и вам бандероль была. Даром, что сумка непромокаемая. Как же ее достать теперь? Досталась вся почта рыбам. Не расстраивайтесь, дядя Печкин. Я попробую достать вам и велосипед, и почту. У меня возле моста Бобр знакомый живет. Он как-то шарика из воды вытащил. А ваш велосипед подавно вытащит. В сарае живут Мурка с Гаврюшей. Проведу их позже. Там стоит сарай. В нем живут Мурка и Гаврюша, любимые коровы Матроскина. В той стороне находится почта. Ее крыши видно отсюда. Там находится музей Простоквашино. Очень интересное место. Зайду туда, когда не буду так спешить. Отсюда видно мост. Быстрее туда. Странные зайцы. И зачем им фонарик? Здравствуй, Бобр. Привет, дядя Федор. У меня несчастье. Завтра у моего друга Барсука день рождения. Я ему картину из дерева вырезал. И представляю, что сегодня утром произошло. На меня Печкин напал. Прямо с велосипедом мне на голову прыгнул. Это что, такая почта новая, которая на голову с велосипедом прыгает? Я еле нырнуть успел. А резьба моя в щепке. Что делать? Ума не приложу. Ты прости, пожалуйста, Печкина. Он ведь не специально. Он случайно с моста упал. Печкин почту вез, а на него пчелы напали. Не мог ли ты помочь мне достать его велосипед и почту? Раньше собаки тонули. Теперь вот почтальоны на голову начали сыпаться. И не куда-то там, а прямо в подарок. Я его, между прочим, целый месяц готовил. С чем теперь к Барсуку пойду? Не стану я велосипед доставать. Пусть знает, как на голову прыгать. Ну, пожалуйста, дядя Бобр. На велосипеде Печкина почта осталась. Мне она вот как нужна. А резьбу я попробую склеить. Эх, ладно, дядя Федор. Попробуй собрать все вместе. Тогда, может, и достану я велосипед. Вот они, осколки. А чтобы собрать их было легче, вот рисунок, по которому я узор вырезал. Спасибо тебе, Бобр. Я обязательно починю твой подарок. Кусочки вырезки нужно склеить. А клей точно у Матроскина остался после того, как он ножку стола склеивал. Нужно взять у Матроскина баночку с клеем. Мне нужно побыстрее поговорить с Матроскиным, чтобы починить работу Бобра. Я не хочу далеко уходить и отвлекаться. Продолжение следует... Матроскин, ты недавно ножку у стола склеивал, когда его Гаврюша раздавил, у тебя осталось немного клея. Да я в сарай баночку поставил, чтобы порядок соблюдать, в отличие от некоторых. А не надо коров в дом водить, вот и ножки ломаться не будут, и порядок будет сам собой соблюдаться. Холодно, видите ли, коровам в сарае. Тихо, тихо, да и Шарик прав, коровам в доме не место. В доме люди должны жить и собаки с котами, а то это уже не дом, это уже коровник получается. Ну, Матроскин, молодец. Склеил поломанную ножку и даже клей на место поставил. А то будет, кто Дэнти споткнется и клей разольет. Хе-хе, или вообще приклеится. Привет, Мурка. Привет, Гаврюша. Где-то здесь должен быть клей. Ага, вот он клей. Ну что же, приступим к ремонту. Дэнти споткнется. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну, это ничего, не придётся далеко ходить. Будем считать, что лопата у нас уже есть. Ну, а фонарик ты где найдёшь у нас в Простоквашино? Говорил я Матроскину, что нам фонарик нужен. Так нет, экономит. И что теперь? Где мы фонарик искать будем? А фонарик я у зайцев на лугу увидел. Как раз, как на картинке. Только зайцы разбегаются, когда я к ним подхожу. И фонарик с собой тащат. Да, зайцев поймать не так просто. Зайца и не догонишь-то никак. Вон, шарик полдня за зайцем гонялся, и всё без толку догнать не мог. Так я ведь просто так гонялся, для спортивного интереса, чтоб в форме себя держать. А вообще, заяц, он зверь быстрый, и догнать его тяжело. Да, тут не скоростью надо брать, а хитростью. Ну, я попробую что-то придумать. Ну, если я понадоблюсь, я буду тут. Надо же кому-то за хозяйством следить.